РНКБ Банка Действительно, теперь банк РНКБ стал 100% владелец Росимущества, государства. Что это для наших клиентов? Конечно же, банк все время предлагал массовые услуги клиентам. Переход на нового акционера позволит, мы так считаем, во-первых, качественно усилить наши услуги, это раз. Потом, конечно же, усилить взаимодействие с региональными и федеральными властями. Мы все время старались оказывать максимальный спектр услуг банковских населению, предприятиям Севастополя и Крыма. Ну и деньги, которые есть, теперь под надежной охраной можно быть спокойными. А буквально на днях РНКБ также сообщил о том, что в банке реализуется ипотечная программа с государственной поддержкой. Вот не могли бы вы поподробнее рассказать об этом? Ну, я хочу сказать, что ипотека, покупка жилья для семьи, для человека, это очень важный факт в жизни. Поэтому и мы к этому относимся очень серьезно. Вот то, что мы стали на 100% государственным банком, Минфин Российской Федерации включил на список, когда мы можем заниматься госипотекой. Что это значит? Это дает людям получить возможность приобрести жилье по сниженной ставке. На сегодняшний день она составляет 11,49%, ну 11,5% грубо говоря. И еще очень знаковое событие, что теперь жители Севастополя, Крыма могут приобретать жилье не только вторичное, но и строящееся, которое только что построилось, или еще находится в стадии строительства. Значит, аккредитована уже в Ялте одна компания строительная, сейчас проходит аккредитацию одна строительная севастопольская компания. Я думаю, в этом году, когда компании получат соответствующие документы, значит, таких возможностей будет больше. Это, конечно, ну существенный плюс, скажем так. И что хочется отметить, и очень важно, воспользоваться этой услугой могут жители не только Севастополя и Крыма, но и материковой части России. А насколько вообще среди севастопольцев востребовано кредитование на данный момент? Кредитование очень востребовано. Значит, на сегодняшний момент, если вот закончить программу разговор про ипотеку, за тот год у нас взято 78 в Севастополе, только в Севастополе кредитов на ипотеку, на общую сумму где-то 150 миллионов рублей. Очень востребована военная ипотека среди военнослужащих. Там военнослужащим удобно, те, которые участники накопительной системы, им оплачивает государство ипотечный кредит. Значит, если говорить вообще о кредитовании, на сегодняшний момент в Севастополе больше миллиарда уже прокредитовалось в рублях жителей Севастополя. Это в первую очередь, кто может получить кредит? Это военнослужащие, это бюджетники, это пенсионеры, это наши, те, кто имеет зарплатные карты РНКБ банка, то есть те люди, которые имеют тот доход, который они могут показать. Услуга очень востребованная, я думаю, что она будет и дальше, и дальше наращиваться. Для этого в Севастополе создан ипотечный центр специально, находится он по улице проспекта Стрякова, 158А, конечная 12-го, то есть более подробная информация можно получить, обратившись туда непосредственно. Если говорить про кредитование малого бизнеса, что сейчас становится все более и более актуальным, потребность очень большая. Мы предлагаем довольно широкий спектр кредитных продуктов малому бизнесу. Есть еще поддержка хорошая, существует государственный фонд поддержки кредитования малого бизнеса, который гарантирует, если предпринимателю не хватает, скажем так, собственных средств или залогов. То есть, в принципе, очень активно, и я хочу сказать, что за тот год выдано 40 кредитов 90 миллионов рублей, но я думаю, что в этом году будет существенный скачок, потому что, во-первых, изменилась продуктовая линейка, немножко изменился подход. Поэтому я хочу обратиться ко всем предпринимателям, кто обращался, может быть, год назад, может быть, полгода назад, и каким-то образом наши отношения не сложились, обратитесь еще раз. Обратиться можно в любое наше отделение, там сделают первичную консультацию, а так у нас кредитный центр находится на Ленина, 23 улицы, то есть туда можно приходить и каким-то образом предоставить документы, там дадут полную консультацию. Ну, как-то вот так. А возможно ли кредитование, скажем, не выходя из дома? Значит, этот год у нас, скажем так, будет проходить под знаком качества. Мы видим все, что у нас есть очередь. Конечно же, очередь это не очень хороший показатель, наверное, в любой сфере, а в банковской тем более. Мы предпринимаем все усилия, чтобы каким-то образом очереди стали меньше и было более быстрое обслуживание. Что для этого делается? Значит, наверное, жители города, которые уже заходили в банк РНКБ, видели, что стоит у нас достаточно много терминалов. У нас очень активно работает интернет-банк, мобильные приложения. То есть принцип тот, что человек, воспользовавшись этим терминалом, ему не нужно стоять в очереди. В этот терминал прошито, если можно так сказать, более двух тысяч адресов. Детские сады, коммунальные услуги, авиабилеты. То есть услуг масса. Например, мы внедрили и проводим это бесплатно оплата МТС, мобильные телефоны. Крым Телеком вот сейчас включился тоже. То есть эта услуга пользуется спросом. И я хочу сказать, что очень приятно и большое спасибо всем севастопольцам, что по этому показателю, по пользованию терминалами, интернетами, Севастополь в Крыму занимает первое место. Поэтому вот мы такие продвинутые. А насколько я знаю, МТС, пополнение мобильной связи сейчас даже без комиссии идет. Да, 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 я сказал, что это без комиссии идет. А что касается коммунальных услуг, насколько мне известно, РНКБ упростил эту процедуру. Расскажите поподробнее. Значит, процедура называется корзина платежей. Все-таки человек, если не воспользовался, нет у него ноутбука, не может он проплатить по интернету, приходит в банк и со всеми своими платежками. Тепло, электроэнергия, газ, прочие услуги. Один раз он заходит и все свои данные, вы знаете, там довольно большой перечень цифр, забивается в эту корзину платежей. Оставляет свою фамилию. Следующий раз, когда он приходит, ему достаточно только сказать сумму, если она изменилась. Его фамилия со всеми реквизитами, если они не изменились, высвечивается и где-то раза в два ускоряется процесс обслуживания человека. То есть достаточно назвать только сумму. Его данные уже вбиты. Это абсолютно бесплатная услуга. Это действительно удобно и намного быстрее, конечно. Есть ли сейчас какие-то акции или конкурсы для жителей полуострова? Успешно зарекомендовала себя. Она действует, я думаю, будет действовать в дальнейшем. Это удачная продажа и удачная покупка. То есть каждая тысячная покупка на полуострове, которая осуществляется нашей картой РНКБ, получает тысячу рублей и тот, кто покупал, и тот продавец магазина, который обслужил. В принципе, эта услуга очень интересная. Ну и, в принципе, тысяча рублей не помешает ни продавцу, ни покупателю. Вот это, наверное, будут еще какие-то акции. Сейчас я говорить не хочу, но вот это действует у нас постоянно. Хорошо. Какие продукты РНКБ банк планирует запустить в ближайшее время для жителей Крыма? Как я сказал, значит, здесь нужно, наверное, вопрос разделить на два аспекта. Во-первых, мы этот год посвятим очень тщательному отлаживанию тех продуктов, которые есть. Продукт должен быть красивым. То есть вот корабль есть, красивый корабль хорошо плывет, так и продукт, он должен работать красиво. Новые продукты, конечно же, будут. Причем они будут во всех направлениях работы, что по депозитам, что по кредитам. Но я хочу остановиться на том продукте, который вот сейчас уже внедряется, по которому очень много, скажем так, задаются вопросов. Это пластиковые карты МИР. Это общероссийская карточка, гарантом которого является Центробанк России. Будет действовать она на всей территории России, во всех банкоматах, во всех терминалах, во всех банках. На сегодняшний момент РНКБ банк уже готов к выдаче этой карточки. Но пока она не заработает полностью на всей территории, мы пока смысла выпускать ее не видим. Как только мы увидим, что она заработала, значит, людям, зарплатникам, опять же, бюджетникам, кто является нашими клиентами, естественно, будем выдавать. Очень приятный тот факт, что дизайн этой карточки тоже оригинален. Значит, наш известный крымский художник Смирнов, на нем изображена наша родная балаклава и персики в цвету. То есть, вот два вида карточек, они будут выпускаться как и дебетовые, так и кредитные карточки. Вот, первым шагом около 300 тысяч они уже готовы, мы готовы выпускать. То есть, это, в принципе, чем она еще хороша, эта система, тем, что она не подвержена никакому воздействию извне. То есть, какие бы санкции не применялись к нам, значит, она будет действовать, функционировать на территории России. По всей территории Российской Федерации. Да, без вопроса. Вот как-то так. А сколько вообще сейчас на данный момент отделений в Севастополе находится? И, в принципе, даже суть не в этом, а планируете ли расширяться и открывать новые отделения? Значит, на сегодняшний момент 50 отделений находится, 150 банкоматов, 130 терминалов от самообслуживания, про которые я говорю, и около полторы тысячи посттерминалов в торговой сети в сфере обслуживания. Пользуясь случаем, кстати, я приглашаю всех предпринимателей, кто имеет торговые точки, воспользоваться услугами. Это для них абсолютно бесплатно. И с расширением пластиковых карт, с увеличением количества, конечно же, эта услуга будет востребована. Оплата товаров за услуги. На сегодняшний момент у нас 46 тысяч зарплатных проектов, 82 тысячи пенсионеров имеют наши карточки. То есть, в принципе, поток населения, который придет в торговую сеть с карточками, довольно большой. Я думаю, что это будет выгодно. Если человек, например, не совсем понимает в электронной версии сайта РНКБ, то он может прийти и заключить договор на кредит в любое отделение. Правильно я понимаю? Да, абсолютно правильно. В любое отделение можно прийти, проконсультируется. В каждом отделении у нас стоит офис-менеджер, по крайней мере, первичный вход, и куда обратиться, такая услуга предусмотрена. Действительно, очень удобно, когда заходишь, сразу тебе предлагают свою помощь и, соответственно, направляют в нужное, скажем так, русло, куда тебе нужно. Спасибо вам большое за то, что пришли в студию и донесли полезную информацию. Вам спасибо, до свидания. Это была программа «В контексте». Следите за развитием событий вместе с информационным каналом «Севастополь». Я желаю вам всего доброго и до скорой встречи в эфире.